Так что же делать, если гитарист в твоей группе повелся на то, что ему предложили выступить на каком-нибудь самом крутом фестивале, типа как Вакин, только возле Сызрани? Будем разбираться! Всем привет, я Иван, сегодня будет новый ролик про то, что делать барабанщику, который вписался со своей группой ехать играть на фестивале. А перед тем, как начнется ролик, я хочу попросить тебя подписаться на канал, поставить колокольчик и писать какие-нибудь комментарии под видео, если тебе что-то понравилось, не понравилось, или у тебя есть какие-то вопросы и пожелания, потому что это очень сильно помогает продвигать видео, чтобы оно попадало в рекомендации. И мне от этого приятнее, больше просмотров, больше подписчиков, больше роликов. Поехали дальше! Опять упражнение Первый этап это подготовительный этап. На стадии подготовки к любому фестивалю, концерту и так далее, какой-нибудь солянке, неважно, вам как барабанщику, как группе требуется написать треки и выучить их. Но когда здесь звучит слово «выучить», оно подразумевает под собой не только на репетициях его сыграть сколько-то раз, и чтобы у вас один раз получилось сыграть нормально, второй раз не получилось, ну и пофиг, как обычно. А прям прям вот взять себе вот так, посадить, найти свободное время, посадить себя за установку, поставить камеру и позаписывать, что у вас получается, чтобы вы сами со стороны посмотрели. Это вообще круто, вас еще устраивает, не устраивает качество вашего исполнения. Каждого по отдельности сначала, а потом уже все группы вместе. Потому что, если вы даже приедете на фестиваль, там все будет круто, у вас там возьмут интервью, шминтервью, там вам еды насыпят, скажут, ребята, какие вы крутые, там все. А потом вы выйдете на сцену, и у вас там начнется... То будет вообще полное и безоговорочное фиаско. Если вы профукаете этот подготовительный этап, то смысла ехать куда-то выступать вообще нет. И, к сожалению, когда все говорят о том, что главная проблема музыки в России, там ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, самая главная проблема музыки в России, это то, что никто так не делает почти. Все хотят побыстрее что-то там тяп-ляп сделать, поехать и бухать, и угорать. Классик — это как украл-выпил в тюрьму, только про музыкантов. Сочинил, порепетировал два раза на фестиваль Профит. Переходим к следующему пункту. Допустим, вы подготовились, все сочинили, всем нравятся трехи, вы их отрепетировали по самое «не могу», у кого-то дечет кефир уже из разных мест от того, сколько он занимался. И наступает момент, когда вы уже договорились, вам уже скоро нужно ехать в какую-то точку, допустим, этот фестиваль где-то за городом, и вам надо купить билеты, решить, в общем, транспортные, логистические вопросы. И здесь, при решении этих вопросов, всегда самое главное — это чтобы у вас в группе был хотя бы один человек, более опытный, которому все могут довериться. Всегда в группе есть человек, который уже куда-то часто путешествовал, ездил, более опытный. И вы должны ему это все делегировать, и он дальше раздаст разные задания, такие как подготовить еду-воду, купить билеты вовремя. И самое главное, что это нужно будет сделать не за день и не за два дня до вашего выезда, а лучше хотя бы за неделю. Если поездка дальняя, то лучше это делать еще раньше, потому что... Почему? Потому что... Потому что если вы пользуетесь авиабилетами, HD-билетами, еще какими-то другими билетами, то вы можете использовать скидки за раннее приобретение. А также, если у вас что-то обломится, то вы сможете пойти и сдать их, тоже получить нормальную скидку. Если вы этого не сделали, то вы можете попасть в разные интересные ситуации, когда вы приезжаете куда-то на вокзал или в аэропорт, а там большая очередь, еще какая-нибудь фигня, кто-нибудь что-нибудь забыл. И, в общем, вариантов, как вам прикрыться, становится все меньше и меньше, и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. Также вам всегда нужно иметь какие-то планы B по транспорту, потому что всякое бывает. Ну, это все техническая часть. Готовы треки, готово все, куплены билеты, вы уже точно едете на фестиваль. И что вам делать дальше? Как водится, это все шоу-бизнес, и поэтому вам нужно, если вы собираетесь куда-то ехать выступать, оповестить всех ваших фанатов, желательно именно из-за того конкретно города, а лучше еще и вообще всех, максимально помпезно и с красивыми фотографиями, поскольку есть такой хороший инфоповод. Об этом вашем гастрольном выезде. А если вы прям совсем четкая группа, тогда, наверное, вы составите себе небольшой гастрольный график и договоритесь не с одним фестивалем, а сразу пробейте несколько, чтобы сэкономить на транспортных расходах. А если вы группа покруче, то вы договоритесь так, чтобы организаторы вам оплатили полностью или частично все эти транспортные расходы. А если у вас будет много выступлений, то это будет сделать намного проще. Да и зрителям будет проще принять решение о том, идти куда-то или не идти, если будет хороший стоящий хедлайнер. И чем больше у вас забитых концертов, тем проще вам будет убедить чуваков, пацанес и всех остальных трансгендерных людей прийти и угореть под ваши треки, которые вы отрепетировали. Вы же отрепетировали ваши треки. Отлично. Можно ехать и взрывать танцполы. Теперь, когда уже все готово, пора выезжать. За день до этого вам желательно провести генеральную ревизию, которая включает в себя проверку того, что вы с собой возьмете и повезете. Одежда, инструменты, все-все-все нужное вы берете и проверяете на всякий случай еще раз. Берете с собой что-то запасное. Если вы знаете, что у вас в группе есть какой-нибудь или какая-нибудь... Короче, кто-то там у вас что-то постоянно может забыть. Какой-нибудь провод, какие-нибудь салфеточки, еще что-нибудь такое. Вам надо это взять тоже. Это можно предвидеть, что вот там у вас есть такой чувак, пацанес. Вы их тоже страхуете. Ну, если вы прям точно знаете. Вот вы, в общем, все это проверяете и спокойно едете. И уже спокойно не только за себя, но и за других. Этот ролик для барабанщиков, поэтому вам обязательно надо иметь с собой нужное количество пар палочек, чтобы их там потом кому-нибудь со сцены подарить или выкинуть. И еще чтобы, если у вас что-нибудь сломается, вы могли достать запасную и спокойно дальше продолжать выступление. Кто не видел ролики Керимха про то, как запаковаться для перелета гастрольного, обязательно прочекайте. Там можно подсмотреть, куда сколько пар палочек положить, куда положить мониторинг, сколько куда чего вмещается в разные чехлы и т.д. и т.п. Потому что чувак реально живет с гастролями и уже разработал для себя такую довольно удобную схему. Вот вы уже где-то летите или едете. И чтобы не терять время даром, обязательно возьмите и зарядите все там запасные аккумуляторы для своей экшн-камеры, для телефона, пауэрбанк. Для чего? Для того, чтобы заниматься блоггингом, информационным сопровождением ваших гастролей или мини-гастролей. Делайте фотографии, снимайте прикольные видосы и делайте это прям максимально с кайфом и от души. И красиво оформляйте, чтобы привлекать большее внимание к вашей группе, к вам как к барабанщику. А если это смотреть не только барабанщики, то, ну как бы, блин, будем максимально честными. Музыки очень много, в день не выходит много альбомов. Даже в ваших групп любимых, когда, ну прям больших мировых известных, когда выходит альбом, вы, может быть, несколько треков из него послушаете и забудете, скорее всего, большинство. Потому что выходит очень много музыки и еще много всяких дел. Но есть сторис в Инстаграме, которые сейчас смотрят. И чтобы максимально долгое время удерживать внимание к себе, а скорее всего, тот, кто это смотрит, тот играет не в таких больших группах. И ему прям надо это, вот чтобы на подкорку мы впитались, что ему нужно этим заниматься прям постоянно. Что-то снимать, фигачить в связи с память там. И максимально хорошего качества, чтобы были эти материалы, чтобы реально было людям интересно. И тогда будет собираться какая-то аудитория. И самое главное, поскольку этот ролик про фестивали, то если вы будете это делать прям прикольно и круто, то ваша поездка, в принципе, она будет не зря. Также, когда вы ездите играть на разные фестивали, да или просто в локальный клуб какой-то, вам лучше привлекать, если вы есть возможность сторонних операторов, каких-то ваших корешей, разных пацаней с зеркалками, подруг ваших подруг и друзей ваших друзей, фотографов, видеооператоров, которые за это будут брать маленький или никаких денег, проходки, мерч и т.д. Чтобы снимать бэкстейджи, лайвы и т.д. Если кто-то хочет прям звук с пульта, то не всегда есть такая возможность, но всегда есть возможность крутые кадры взять и потом делать классные нарезки интересные. Вы можете подложить туда какую-нибудь эпичную музыку там, в общем, посмотрите, как это делают другие группы. Поймете, что всегда есть дефицит видеоматериала и фотографий хороших. И чем больше вы наснимаете, тем больше у вас будет запаса. Это вам пригодится, если не сегодня, то через полгода и т.д., когда вам надо будет добивки какие-то добивать. Может быть, вы что-то вставите в клип, если вы хорошо сняли, хорошие кадры. Короче, прям по максимуму выжимайте видео и фото из своих выступлений. Те, кто был на этих выступлениях, только они знают, какой там был звук, а звуков там был, ну, как обычно, понятно какой, когда особенно много групп играет на фестивалях или в клубах. А вот фото и видео, они оказывают хороший зомбирующий эффект. Звука там нет, на фото звука тем более нет. И как бы все это улучшает имидж вашей группы. И еще, когда, ну, сейчас уже 22-й год, как бы, да и до этого, просто люди, когда заходят в группу или в инсту, если они видят, что там несколько дней не было вообще никаких фоток или еще чего-нибудь, то они уже могут подумать, типа, блин, ничего нет, наверное, пацаны забили, группа умирает, ничего не делает. Поэтому это постоянство нужно тоже поддерживать. Теперь дальше пункт конкретно прям для барабанщиков. Когда вы приехали играть куда-то, особенно там, где много групп, вам всегда нужно чекать, сколько там стоит стоек, какая там высота, потому что всем удобно по-разному. Закрутки, вот это все, это все нужно перед тем, как вы играете, максимально настроить так, как вам удобно и затянуть, и обязательно все это проверить перед самым началом. И для меня больной пункт самый, это еще подструнник на малом барабане, потому что у меня был несколько раз, когда это были сольные выступления с каждой группой, и звукорежиссер у нас, он, ну, мы вот, мы отчекались, и потом дальше мы сидим в гримерке отдыхаем, а подструнник шумит, а звукорежиссер слышит это своим чутким, эстетским слухом, подходит и подструнник выключает. А потом я сажусь играть, а я, ну, я же помню, что я подструнник-то включил, я молодец, но не проверил перед выступлением, перед самым началом. Начинаю играть, и первый удар без подструнника, и у меня сразу боль, я его быстро, конечно, включаю, но это вообще не круто. Поэтому я бы посоветовал обязательно перед началом вашего эпичного выступления просто вот так рукой пошарить, и чуть-чуть вот так пальчиком по барабану постукать, и понять, у вас подструнник вообще включен или нет. Если он не включен, то обязательно его включите, потому что вот так обгазиться вначале очень неприятно, особенно когда это несколько раз подряд, несколько выступлений подряд, это вообще боль страшная. А особенно это боль для всех, кто у вас в группе играет, потому что у них, если даже они там суперклассно настроились, они выходят и такое, и они такие, блин, опять какая-то фигня, вот. Не портите ваше выступление выключенным подструнником. Также хочется сказать, что лучше, если вы ездите с какими-то своими стойками, барабанами, проводами, пультами и так далее, максимально всей жизнью простите. Например, если у вас малый барабан есть, то чтобы потом его не настраивать, вы можете настроить его заранее, подготовить подструнник, не выключать его, а также на все свои барабаны, если вы выездите все барабаны или дим-барабаны, не важно, короче, положите на них сразу демпферные кольца, чтобы, когда вы приедете на фестиваль, сразу его поставить, чтобы вам не надо было отдельно еще на это время тратить, чтобы все было сразу готовое, вот. А также все кабели лучше тоже пометить и там все подписать, чтобы вам все было удобно собирать это за сценой. И, в общем, вот эти все мелочи, они на самом деле очень много значат, потому что, если группа опытная, то она это все старается сделать заранее, и чтобы на сцене кайфовать, чтобы зрители кайфовали и отдавали вам свою энергию, чтобы получались хорошие фотографии, видео, ну и, короче, слушай и смотри предыдущую часть ролика заново, если забыл, зачем это все нужно. Следующий пункт будет посвящен такой проблеме, как забывчивость барабанщиков, да и всех остальных музыкантов тоже. Если вы где-то сыграли, то, может быть, если у вас есть какой-то чек-лист, или там у вас нет какого-то чек-листа, просто проверяйте постоянно хоть по 10 раз, все ли вы забрали свое со сцены, куда положили, запоминаете и так далее, потому что, если вам дальше надо куда-то ехать, если быстро надо уезжать, то вероятность того, что вы потом на следующее выступление придете и все будет печально, и придется там что-то у кого-то спрашивать, она очень высока. А часто еще бывает, что никто вам ничего не даст, и не потому что у него как бы есть, но он жадный, а потому что у кого-то может не оказаться каких-то лишних шнуров для вас, лишних пластиков, лишних тригмиков, как там одна группа один раз приехала играть в Челябинск, а они где-то там играли и посеяли тригмик, а они играли металл, и, короче, ну, у них, в принципе, звучание заточено по тоше, там триггерная бочка должна звучать, а пришлось подзвучивать обычным микрофоном, и, соответственно, ну, это уже на настрой, на все остальное тоже повлияло. Короче, это очень плохо, когда ты проезжаешь домой, открываешь все свои сумки, проверяешь, и такой раз, типа, а у тебя что-то нету, раз там палочки забыл, ну, палочки это самая фигня, если ты где-то забыл палочки, то это не так уж страшно, а вот если ты забыл что-то из дорогостоящего оборудования, и потом начинаешь еще там в панике все это, проверять и всем звонить, и говорить, о, где там вот эта моя штучка, может кто-нибудь забрал, тогда это вообще мрак. Сейчас все инструменты начинают очень дорого стоить, да и, ну, они и так дорого стоят, стоили дорого, и потом стали еще дороже стоить, и будут еще дороже стоить потом, поэтому, ну, вообще терять что-то не вариант, особенно если у вас несколько выступлений подряд, то это вообще сулит лишние растраты вашего бюджета, и, блин, поверьте, даже если среди нас есть какие-то люди, у которых есть какой-то там финансовый достаток, и даже финансовый избыток, и финансовое изобилие, то все равно это неприятно, когда надо что-то идти, куда-то покупать, там, дополнительное оборудование, чтобы заменить, как не пропавшие, а забытые кем-то там. Надо постараться этого избежать. Как вариант, вы можете назначить кого-то, или самому себе дать задание, сделать чек-лист, и с бумажечкой просто вычеркивать, что вы закидываете себе в машину, когда едете обратно, и проверять все. Это самый надежный способ, он тупой, но работает как часы. Особенно, когда вы барабанщик, и у вас куча всяких сумок, то очень легко о чем-то забыть. И обязательно, если у вас есть перед выездом какие-то там, или перед отъездом с площадки, какие-то чувства, что типа, вот я что-то там по-любому забыл, лучше проверьте. Мало ли что. И самый последний пункт, это, естественно, отношение вас к вашему выступлению, к организаторам, к зрителям, и участникам в группе. Это отношение, оно, как уже было сказано, влияет на фото, материалы, на видеоматериалы, на то, как выглядит ваше выступление со сцены, на то, сколько будет существовать ваша группа, как относятся к вам ваши кореша, которые с вами играют. Влияет это все на то, как к вам относятся организаторы, как вы к ним относитесь, и самое главное, это зрители, конечно. Если вы выполнили все предыдущие пункты хорошо, то у вас уже, я думаю, будет все как минимум неплохо, но когда вы выступаете, все живые люди и могут где-то что-то закосячить, забыть, делать не так. Организаторы могут где-то тоже там просочковать, что-то не так сделать, где-то протупить. Всякое бывает. Мы все люди. Барабанщик может где-то что-то не так сыграть, может забыть какую-нибудь сбивку и так далее. Даже если он очень много готовился и так далее и тому подобное. И перед выходом на сцену и после выхода на сцену не стоит сильно акцентировать на этом внимание, потому что мы стараемся как бы поднимать музыку с колен и все такое, а чтобы это сделать, надо, чтобы это все нравилось зрителям, чтобы они платили деньги за билеты, за мерч, лайкали фоточки, смотрели видео и вообще вовлекались во все это. Потому что есть еще параллельно очень много других источников, в которые охота залипать. Грубо говоря, когда вы записываете какие-то там влоги, вы всегда конкурируете там с камни-клабами, с вузовыми там и так далее. С любым другим блогером, который может музыкой не занимается, но он делает что-то интересное. И если вы хотите, чтобы на ваши концерты приходило больше людей, то вам надо покрывать больше площадок разных. А чтобы это делать, надо, чтобы у вас был френдлий контент постоянно. Френдлий контент в смысле такой, который зритель смотрит и ему неохота ничего выключать. И лица там всех некислые, все улыбаются, подписывайся на канал и все такое. Это все зависит, конечно, от публики. По-любому есть такие артисты, которые играют такую музыку, может быть, например, тяжелую, где там надо, чтобы была своя особенная подача. И там особенные люди будут приходить на такие концерты и все такое. Но для большинства групп нужно все-таки быть красиво выглядящим, красиво говорящим, хорошо пахнущим, и все такое. Потому что это шоу-бизнес. Все ребята, которые будут это игнорировать, они будут постоянно сидеть на репточках или еще где-то и постоянно говорить «Вот, Настя, не взяли туда-то там, а почему там был звук вот такой-то там нехороший, это не из нас, это извинувает звукорежиссер». И в общем, будут постоянно в пролете. А если хорошенько готовиться и не сочковать, тогда все будет намного лучше. Понятное дело, что когда вы выступаете на каком-то фестивале, даже если он заявлен как мегапомпезный конкурс и там победители поедут в какую-нибудь европейскую страну выступать в финале, то это не значит, что вы потом там выступите и проснётесь звёздами мирового масштаба. Но если вы выполните предыдущие все пункты, то однозначно вы сможете засветить своим лицом на какую-то аудиторию. Если вы постараетесь, то часть этих людей они будут дальше слушать ваши песни. Может быть, кто-то что-то купит из вашего мерча, который вы, конечно же, напечатали, да? Потратили денег, напечатали мерч и везде написали, что мы везём с собой мерч. Делать это, в общем-то, нужно постоянно и не только перед выступлениями на фестивале. Но ролик был именно про это. Короче, если вы все делаете чётко и ко всему готовитесь, бреете лицо, моетесь, покупаете красивые шмотки, красиво, нормально, дружелюбно общаетесь со зрителями и организаторами, то у большего количества публики возникнет желание следить за вашими инстаграмами, группами ВКонтакте и YouTube-каналами. И ещё раз хочется напомнить о том, что если вам понравилось это видео, то нужно подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы следить за выходом новых роликов, а также можно поддержать видео лайком и комментариями для того, чтобы развивать канал. Всем пока и удачи! Лайк, подписка, колокольчик, запись на занятия, ты же хочешь записаться, спрашиваешь каждый раз. Давай уже. Личка ВК, директ или по телефону. Жду сигнала.